Расследование мы делаем. Сегодня выпустили еще одно. Очень случайное, но мне кажется, довольно замечательное. Отлично показывающее вообще то, что происходит в нашей элите, ее образ жизни, те обстоятельства, при которых они обстряпывают свои отвратительные коррупционные сделки. Я почти уверен, что все зрители Навальный Лайф видели это расследование, но для тех, кто не видел, давайте краткая выжимка, буквально 2 минуты 8 секунд. Заместитель председателя правительства, руководитель аппарата Медведева проводит отпуск на яхте олигарха в компании этого олигарха и, простите, нескольких проституток. Да, их там было несколько. Давайте хладнокровно проанализируем эту вакханалию. Олигарх катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга. Это взятка. Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств. Это, не поверите, тоже взятка. Опять же, Приходько должен был как-то добраться до достаточно удаленного норвежского полуострова, где есть только один маленький аэропорт. И в даты нашего путешествия туда одновременно прилетало сразу два частных самолета и оба принадлежащие Дерипаске. Один из них из Черногории, где у Дерипаски вилла и бизнес, а один из Москвы. И у меня, конечно, нет пассажирских листов и списков присутствующих в каждом джете, но не упомянуть это нельзя. Если окажется, что Приходько прилетел на самолете Дерипаске, это тоже, мои дорогие, взятка. Дальше. Отихчающее обстоятельство. Вы, наверное, уже понимаете, к чему мы подлетаем. Вот, прямо на первом плане видно. Это дом никогда не работавшего в бизнесе чиновника Приходько. Полторы тысячи квадратных метров. На участке какие-то гаражи, беседки, ландшафтный дизайн, по дорожкам бегает прислуга или охранники. Оцените размер участка. Почти 3 гектара. Все это располагается в закрытом кооперативе единороссов в Подмосковье и стоит, по самой низкой оценке, более 300 миллионов рублей. И уж если зашла речь, невозможно не упомянуть и квартиры Сергея Эдуардовича. Их у него две, соседние. Вот в этом доме, элитном доме, в шведском тупике, где с ним соседствуют семьи президентов Роснефти и Транснефти Токарева и Сечина, путинские дружки Чемизов и Тимченко и куча других сверхбогатых людей. Суммарный метраж квартир 350 квадратных метров. Рыночная стоимость 480 миллионов рублей. Это реально очень странная и потрясающая история. Сейчас один из часто задаваемых мне вопросов такой. Алексей, объясни мне, каким образом это был один и тот же человек? Вот та девушка, которая бегала по нашим штабам и записывала видео про секс-охоту на Навального. И, ну, скажем так, очевидно, видимо, не очень высокого уровня девушка из эскорта. И девушка, которая вместе с олигархом, сам делишным олигархом, миллиардером и высокопоставленным чиновником тусует на яхте. Почему это один и тот же человек? Как же они могли орудия такого калибра использовать для того, чтобы бегать по твоим штабам и заниматься? Я не знаю, я не понимаю, списывая только на то, что в нашем государстве происходит идиотизм, неэффективность. Никто не понимает, почему многие вещи так устроены. И в том числе мы можем догадаться и понять, почему в том числе таким образом используется, я не знаю даже, как это сказать. Не скажешь орудие труда и орудие преступления. Вообще, вот про это расследование у нас была громадная проблема со словами. Многие вещи мы не знали, как назвать, не знали, как правильно сформулировать, не знали, какие куски видео оставить в расследовании, какие вырезать. Была громадная дискуссия, можно ли оставить видео целующихся девушек. Но все-таки мы решили. Ну, они же не просто там целовались, они напротив нашего штаба очень характерным образом целовались, все-таки решили вырезать. Ну, то есть, это очень, очень, очень было странно. Но, наверное, в этот раз для нас плюс дополнительный в том, что точно не может быть никакой конспирологии. Потому что, а у нас обычно выходит расследование и начинается. Это им слили ФСБ, это им вбросили такие-то, это, значит, вот наехали на Дерипаску, значит, заказал им Дерипаску какой-то Фридман или Сечин или еще что-то. Но тут никто, никто, ни один человек во вселенной не может упрекнуть меня в том, и вообще наш фонд борьбы с коррупцией, наш штаб, что мы заинтересовались этой девушкой. Потому что, ну, такие она записывала ролики и всякие штуки. Давайте буквально 53 секунды немножко подробнее о том, там есть, если вы зайдете на YouTube, вам будет интересно, там есть 47-минутное видео, которое называется «Секс-охота на Навального». Но сейчас просто я не буду вас мучить всем, пока 53 секунды. В общем, девчонки сегодня уже сделали, в принципе, все, что хотели. Пробую снова взять все штабы. Давай, пошли, пошли. Давай, пошли, пошли. Давай, охранник ушел, заход два. А он ушел, охранник тут заход. Нет, ну-ка давайте с улыбкой. Давай, охранник. Ну и таким был заполнен весь интернет, и я вам честно могу сейчас признаться, ну что я немного напрягся, потому что, ну как, записывают там крупным планом. Они говорят, что «Навальный, мы найдем тебя, и одна из нас тебя займется с тобой сексом, да?» И, ну, подумайте, а что делать? Ну, я хожу по улицам, я езжу в метро, пользуюсь общественным транспортом. Ну, конечно, могут дать там по голове кирпичом, плеснуть зеленкой. Это какие-то понятные вещи, по крайней мере, понятно, как с этим реагировать. А так ты идешь по улице, подходят тебе вот такие пять девушек в латексе с какими-то дубинными наручниками. Что с ними делать? Если их четверо, они тебя еще и там на землю запросто повалят. Драться, что ли, с ними? Бить их? Как убегать от них? Ну, а все с камерами снимают. То есть, что ты не сделаешь, ты будешь в довольно странной ситуации, в глупом положении. Ну, как-то мне не очень понравились все вот эти идеи. Поэтому, естественно, что мы решили посмотреть, что же за такая Настя Рыбка, которая всем этим хороводит. И вообще, кто они такие. И начали смотреть Инстаграм. И просто, действительно, на одном из этих видео, которые они не выкладывают, мы смотрим Приходько. Как? Что может быть? Ну, во-первых, сначала мы удивились, что там настоящий в самом деле лишний олигарх. А потом еще и на одной записи Приходько. Но, конечно, те люди, которые подписаны на Инстаграм Настя Рыбки и читают вот такие ее потрясающие книги. Бо, книга – это отдельная история. Некоторым из нас пришлось прочитать ее пару раз. Там такие описания, что прямо вот все очень графично. Наверное, эта книга, правда, с большим тиражом. Но, призываю вас, не читайте. Не читайте. Ну, так вот. В самом деле лишний Приходько. Его снимает девушка определенного рода занятий на какой-то яхте. Ну, и, конечно, мы были просто совершенно шокированы. И нужно же помнить, что Приходько – наш старый клиент. Мы снимали его дом. Этот дом стоит сотни миллионов рублей. И мы несколько лет назад обвинили его в том, что, дядя, ты всю жизнь на госслужбе, у тебя не может быть этих доходов. Для нас Приходько был одним из примеров незаконного обогащения. И, конечно, когда мы вот увидели его в такой компании на яхте с олигархом, нам стало совершенно понятно, что сейчас будет что-то интересное. Вот начали копаться. Ну, и дальше вот эта вся американская история и все на свете. Совершенно потрясающе. Но я просто хочу сказать еще раз, акцентировать внимание на том, что это не развлекательное видео на самом деле. Ну, мы, конечно, все посмеялись. Но то, что делает Приходько – это получение взятки. И мы документально доказали, потому что взятка – это не обязательно деньги в конверте, это не обязательно тебе здание какое-то предоставили, это получение любых услуг материальных, нематериальных. Когда тебе оплачивают частный самолет, а мы не сомневаемся, что Приходько прилетел туда на самолете Дерипаски, потому что это такой небольшой город, небольшой аэропорт, мы видим, что больше никто не прилетал. И Приходько мог оказаться только вот на самолете Дерипаски, мог туда прибыть, и мы понимаем, прогулка на яхте трехдневная, девочки, даже если предположить, что там бесплатно это все, хотя мы понимаем, что это не бесплатно, тем не менее, пребывание на яхте, полет на самолете, один чартерный полет стоит десятки тысяч долларов. Это все взятка, документально доказанная, конечно, мы сейчас требуем и будем требовать формальных последствий. Всю эту тему с Настей Рыбкой Пусть Приходько обсуждает со своей женой. Нам вообще это интересует, конечно, но во вторую очередь, но в первую очередь нас интересует факт получения взятки и факт получения, факт каких-то переговоров очень странных на этой яхте. Ну, конечно, знаете, как вот любимая сейчас путинская такая поговорка, вот сейчас же не 90-е, сейчас лучше, но вот такого даже в 90-е не было. Это реально какой-то трэш, мы не могли себе представить, но все-таки Приходько и такой чиновник еще из советской школы. Как? На яхте? Ну, вообще, ну, просто невообразимая какая-то совершенно чушь, но просто нужно отдавать себе отчет, насколько эти люди обнаглели и насколько деньги жгут им карманы. Потому что все эти Приходьки, они считают, ну, глупо быть миллионерами тайными. Нужно быть такими миллионерами, которые вот, ну, со всеми формальными атрибутами, как миллионеры в кино. Миллионеры в кино, ну, что, не смотрели, что ли, фильм с Леонардо Ди Каприо, как он там на яхте с девицами? Мы тоже так хотим. И вот они так и делают, они очень-то стесняясь делают, ладно, они же не в Сочи где-то катаются, где их ФСО может охранять. Ведь вполне себе в Норвегии они это делают. Мы, я сейчас немножко украду славу наших новостей, наши новости все-таки дописали из замечательной Насте Рыбке, которая отправила им видеоответы на их вопросы. Это такая непростая, на самом деле, девушка, соображающая в пиаре, она не хочет давать интервью, вот так, вопрос-ответ. У нее все четко. Письменно, пожалуйста, дайте мне вопросы, я вам запишу видеоответы. Наши новости выбили из нее ответы, но они на их долго отправляли, поэтому в новости не попали. Я сейчас украду их славу. Мы задали Насте два вопроса. Только что эти файлы загрузились, поэтому я фактически вместе с вами, я примерно знаю, о чем мне пересказали, но я сейчас буду слушать вместе с вами. Мы задали ей несколько вопросов. Два, она прислала два файла нам. Вопрос о том, она понимала, кто такой этот папа, действительно он является приходькой. И вопрос, не боится ли она возвращаться в Россию. Давайте посмотрим вообще, что она нам ответила. Итак, слово Насте Рыбке. Второй вопрос. Насчет хайпа. Алексею, конечно, спасибо, все прекрасно. Летом у нас был секс на набережной, отчего хайпа было гораздо больше. Поэтому, несмотря на влюбленные в меня глаза Алексея Навального, несмотря на то, что он там так нежно обо мне отзывается, спасибо большое, мне очень приятно. Но стараться ему нужно немножко больше. Потому что, когда я открывала свой инстаграм после секса на набережной, там просто вот так вот сотнями прибавлялось людей. А сейчас, ну, как бы десятками какие-то тухловатые комменты однообразные. То есть, ну, можно, короче, лучше. Поэтому, Леш, я понимаю, что после всех слов и после всего, что было сделано в сторону тебя, ты очень долго обо мне думал, изучал мой инстаграм вместе со своей командой. И мне говорят люди, что ты только обо мне и говоришь в последнее время. Ну, правда, ты с таким опытом в политике, во всех этих закулисных играх, ну, мог бы лучше стараться, правда. То есть, в общем, я смотрю на инстаграм, я тобой пока недовольна. Попробуй немного больше. Так, ну, в первом видео Настя сообщает, что она очень расстроена мной. Но, конечно, я не могу сравниться по хайпу с сексом на набережной. И я рад, честно говоря, Дусяка, если бы еще где-то вот в этом контексте всего происходящего еще и присутствовал бы секс на набережной, это было бы слишком. Давайте посмотрим второе видео. Там мы задавали этот ответ на вопрос, понимала ли она кто такой, этот человек, которого она называла папа. Насчет приходько и папы могу сказать одно. В паспорт папе я не смотрела. Сергей Эдуардович, он тот или не тот, вы доказываете сами, меня это не касается. В моем случае это просто был человек, к которому интересующая меня цель, жертва относилась с очень большим уважением. Значит, я могла развести мою жертву на конкуренцию только с этим человеком. То есть, я не могла использовать там какого-то там, не знаю, сотрудника яхты или человека, которого просто пригласили для того, чтобы ему какое-то уважение там минимальное оказать, но он не является равным соперником. Поэтому меня интересовал только его статус в глазах моей жертвы. Кем он является на самом деле, мне глубоко все равно, ничего бы не изменилось, и мое поведение бы не изменилось, вне зависимости от того, является ли он главным дворником страны или президентом. А если вам нужно конкретно рыть, то кроме того, что написано в книге, мне сказать больше нечего. Читайте ее внимательно, возможно, вы найдете для себя что-то интересное. Спасибо. Да, ну, спасибо, Настя. Книгу мы прочитали довольно внимательно. Некоторые вещи мы, в том числе, которые касаются того самого папы и каких-то тонкостей в взаимоотношении с другими девушками, мы не включили в наше расследование, потому что, ну, это все-таки Настяна слова, и никаких доказательств других у нас нет. Но я не могу присоединиться еще раз к совету Насти и сказать, что читайте эту книгу. Она в интернете есть, можете скачать, не покупать, но это нелегкое чтение, предупреждаю вас. Интересно, вообще у нее такая вот, дерипаска, значит, у нее жертва, и она общалась с папой для того, чтобы соблазнить свою жертву. Не знаю, что с ней произойдет, она не ответила нам на вопрос, боится ли она возвращаться в Россию. Мы хотели ее для расследования сначала проинтервьюировать живьем, ну, прям вот задать ей какие-то вопросы. Но Настя практически никогда не бывает в России, она то в Тубае, то в Таиланде. И в этом смысле, я не знаю, может быть, она чувствует там себя более безопасно, менее безопасно. Ну, так или иначе, мы сейчас вот еще раз, и я в том числе, публично совершенно требую от Владимира Путина, потому что это высокопоставленный чиновник. Приходько, несмотря на то, что он не очень известен, является одним из самых высокопоставленных чиновников. И, наверное, в иерархии нашей внешней политики, ну, занимает либо первое, либо второе место. Многие считают, что он с точки зрения внешней политики даже более влиятельный, чем министр Лавров. Но так или иначе, это официально заместитель председателя правительства. И давайте зададим себе вопрос. Может ли заместитель председателя правительства, папа, оставаться на своей должности после всего этого? Ну, мне кажется, ответ, очевидно, нет. Часть из этих вопросов ему нужно обсудить с семьей, часть из этих вопросов ему нужно обсудить с прокуратурой, со Следственным комитетом, со своим непосредственным начальством Медведевым и Путиным. Но так или иначе, он не должен и не может так мастоваться, а нам всем, наверное, он в том числе должен дать ответ, откуда он взял деньги. И является ли его такой очевидно роскошный образ жизни? Потому что даже если мы сложим стоимость его недвижимости, понятно, что у него есть десятки миллионов долларов. Связаны ли эти десятки миллионов долларов с тем, что он брал взятки в натуральном виде от Дерипаски, брал ли он у них в денежном виде? Ну, вот этот вопрос, на который мы надеемся, господин Приходько нам ответит. Но интересно будет посмотреть, как власть поведет себя в этот раз. Обычно они тотально игнорируют наше расследование. Иногда они тотально игнорируют, но помните, была чайка. А потом сказали, что все это иностранная заказуха, спецслужбы, браудеры и так далее. В ситуации с Димоном они там пару месяцев молчали, а потом сказали чушь, мути, компот. Сейчас чушь, мути, компот нам уже нельзя сказать. Пусть они Насте тогда говорят, которая опубликовала, в общем-то, всю эту информацию в книге, в Инстаграме и так далее. В любом случае, это железно доказанные факты. Пребывание на яхте – железно доказанный факт. И мы будем требовать каких-то последствий. И очень надеемся, что вы этих последствий будете требовать вместе с нами присоединяйтесь. В первую очередь нам нужно, чтобы вы нам помогли сейчас с распространением этого ролика. Потому что такая информационность НАТО, она вокруг нас растет. Вокруг любой независимой информации растет. Мы прямо видим от расследования к расследованию. Количество СМИ снижается, снижается. Ну вот, я ни в жизни не думал, что я такое скажу. Но, вот мы выпустили расследование. Согласитесь, общественно важная информация. Я вижу, иностранные журналисты об этом все пишут. Ведомости. Ноль слов. Коммерсант. Ноль написано. Дождь, не поверите. Ноль информации. Ну, по состоянию на сегодняшний момент. Может быть, они что-то напишут. Но расследование опубликовано в 13. Обычно дождь быстро. Ноль дождя. Репаблик. Один и тот же собственник с дождем. Ноль. Даже новая газета. Ноль информации. Ну, то есть, как-то эта двойная сплошная уже превращается в китайскую стену. И даже те СМИ, которые претендуют на то, что они независимые и там очень сильно обижаются, когда их критикуют за то, что какую-то информацию они обходят, они как-то весьма демонстративно не пишут об этом расследовании. Ну, я понимаю, что им боязно или, может быть, в ситуации с дождем и репабликом Дерипаска или Полина Дерипаска или вся вот эта семья каким-то образом помогает или не финансирует. Но список СМИ, который не опубликовал это расследование, даже выглядит более красноречиво, чем список СМИ, который опубликовал это расследование. Очень интересно. Будем за это смотреть. Мне говорят, пока мы смотрели видео, что Настя Рыбка в своем инстаграме выпустила новое видео, где заявила, что на яхте было массовое изнасилование. Ну, я не знаю даже, как бы, вот на этой яхте в присутствии Дерипаски и Приходько, вице-премьера правительства России, надо посмотреть самому, понять, что это означает. А обвиняет ли она их в том, что они массово насиловали ее, ее подруг или еще что-то. Я не хочу шутить на тему изнасилования. Это совершенно дурацкая тема для того, чтобы шутить. Но в любом случае, мне кажется, все мы сейчас должны потребовать пояснений, нормальных пояснений.